Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Ваше блаженство, блаженнейший Владыка, Петрополит Киевский и всея Украины, дорогие досточтимые Владыки, отцы, братья и сестры! Мы совершили молебен, вспоминая Крещение Руси на том месте, которое символизирует место Крещения Руси, где вознесен памятник святому равноапостольному князю Владимиру, Крестителю Руси. И совершенно очевидно то, что празднуя этот замечательный день Крещения Руси, нельзя не задуматься о том подвиге, который свершил равноапостольный великий князь Владимир. Ведь и до князя Владимира Русь за сто лет прошла большой путь, объединила разрозненные славянские племена, создала мощную центральную власть, вооруженную силу, которой опасались соседи, не говоря уже даже о тех, кто традиционно имел значительную военную мощь, боялись Руси. Византия могущественная и то платила дань, чтобы не ссориться с Руси. И говорили о предках наших времен князя Владимира, как свидетельствует о том слово о полку Игореве, что готовы были они и Волгу веслами расплескать и Днепр шеломами вычеркать. Сильные, мощные люди были. Что же не хватало князю Владимиру с точки зрения материального могущества, силы, процветания, уважения других? Он имел все. Страна подымалась все выше и выше, становилась сильнее и сильнее. Подвиг князя Владимира был другом. В том, что он взор свой устремил к самому главному. Он прозрел то, что сегодня многие прозреть не могут. Он увидел те ценности, без которых человек не может жить. Человек теряет свое богоподобие, свою человеческую сущность. Без этих ценностей человек может превратиться в зверя, который, устремляясь к материальному богатству, к политическому могуществу. Все будет уничтожать на своем пути. И святой, равноапостольный князь Владимир приходит ко Христу, смиренно, сняв с себя княжеские одежды, принимает крещение, обретая зрение, не только физическое, но зрение духовное, зрение смыслов человеческого бытия. И он сделал самое важное в истории Руси. Он нас привел к Раду Небесной. Не оставил князь в попечении о Граде земном и ничем не умалил достоинства русов, ничем не умалил достоинства киевской державы, но народ привел к Раду Небесной. Вспоминая слова апостола Павла, мы можем сказать, что именно со времен князя Владимира мы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своих Богу. Что может сравниться по значению с этим великим подвигом крестителя Руси? Какое-какое такое политическое прозрение, столь свойственное многим великим политикам, может сравниться с этим духовным прозрением, определившим на тысячелетия исторический путь народа? И все то великое, на что люди наши были способны в течение всех этих тысячи лет, первопричиной своей имели силу Духа, рождаемую верой. Здесь и жертвенность, и любовь, и способность совершать подвиг, и величайшее терпение. Все то, на что современный человек взирает часто с непониманием, но все то, что и дало великую силу людям, принявшим крещение в Днепре, и им благочестивым потом. Сегодня наследники той святой Руси живут в разных государствах. Они выросли и самостоятельно в пределах своих национальных образований осуществляют свое историческое бытие. Но сила наша всегда в святой Руси, которая ведь живет в наших сердцах, в наших умах. И это никакая не ностальгия по прошлому. Это тот духовный, генетический код, который мы впитываем с молоком Матери. Это та система духовных ценностей, которая объединяет наследников святой Руси. И пока и эта святая Русь живет в наших сердцах, и народы наши, и государства наши несомненно будут развиваться по пути, который предвидел князь Владимир и который он предопределил. Путь, соединяющий духовное и материальное, божественное и человеческое, небесное и земное. И дай Бог, чтобы народы наши никогда с этого пути не сошли, чтобы никогда не поврочилась их вера во Христа Спасителя, чтобы всегда они сохраняли силу быть согражданами святых и своими Богом. И верим, что великий, равноапостольный князь с нами сегодня, он слышит наши молитвы и предстоит Богу, дабы в сердцах его наследников постоянно отображалась величие и красота идеала Святой Руси. И мы молимся об этом. И верим, что Господь преклонит милость к нам недостойным по этим молитвам. Я особенно хотел бы приветствовать здесь, на этом месте вас, ваше Святейшество и Блаженство. Я радуюсь, что вы сегодня вместе с нами разделяете эту молитву о Святой Руси. Вы относитесь к тем людям, которые также в сердце своем имеют любовь к Святой Руси. И именно это ваша любовь к Святой Руси, к святыням земли русской. Она и сегодня помогает вам осуществлять ваше миротворческое служение, внося свой особый вклад в развитие отношений вашей Родины с братскими славянскими народами. Я хотел бы сердечно так же приветствовать вас, ваше блаженство. Пожелать вам доброго здравия, крепости сил, так же твердо держать посох в руках, как вы его сегодня держите, дабы мирно, благополучно, в единомыслии, в соборном единомыслии продолжалось течение жизни украинской православной церкви. от мира, благополучия и спокойствия которой во многом зависит. И то, о чем мы сегодня молились, сохранение веры православной в сердцах наследников Святой Руси. Пусть Господь хранит все страны, которые наполнены народом славянским, духовная жизнь Коева восходит в Киевской купеле Крещения. Пусть Господь хранит Украину, Россию, Беларусь и все те народы, в которых есть присутствие Святой Руси в культуре, в языке, в вере. Пусть Господь благословит Украину. Говорю об этом особенно, находясь здесь, в столице Украины. Благословит миром, общественным согласием, да силой преодолеть экономические трудности, трудности политического и социального характера. Верим, что все эти трудности скоро приходящие, только бы веру нам сохранить. И, опираясь на эти идеалы, справимся и с трудностями, которые принадлежат каждому из нас на его жизненном пути. Пусть Господь хранит Церковь нашу в мире, единстве, чистоте и духовной силе, дабы в сердцах верных чадьего отображался немеркнущий и вечный и божественный образ Христа Спасителя. Аминь. С праздником всех вас поздравляю, дорогие. Субтитры Субтитры Аминь. Аминь. Аминь.